Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, на связи Алексей Кузьмичев. Я рад вас приветствовать в своем обучающем курсе по ретуши фотографий. Цель данного видеокурса – познакомить вас с основными приемами ретуши фотографий, а также дать вам пошаговый алгоритм для ретуши, чтобы вы в дальнейшем могли самостоятельно, освоив те методики, которые мы будем разбирать в видеокурсе, уже обрабатывать свои собственные фотографии. Итак, в данном обучающем курсе мы с вами будем работать вот с этой фотографией. На ее примере мы разберем все основные техники, разберем, как работают все основные инструменты для ретуши и многое-многое другое. Ну что ж, давайте начинать. Первое, с чего мы с вами начнем, это познакомимся с основными инструментами. Найти их можно на панели инструментов в левой части фотошопа. Здесь у нас изображена иконка пластыря. Она находится над кисточкой. Если мы щелкнем по ней правой клавишей, то у нас появляется выпадающий список, в котором представлены все инструменты для ретуши фотографий. Давайте начнем с инструмента заплатка, так как он позволяет нам удалять самые большие дефекты. Поэтому мы сначала выберем его и продублируем наш основной слой. Для этого нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре. Так, с помощью данного инструмента мы можем обвести нужный нам участок кожи, на котором находится какой-либо дефект, и заменить его на хороший участок. То есть, вот, к примеру, у меня здесь есть пятнышко на щеке. Вот таким вот образом я его выделяю при помощи заплатки и просто перетаскиваю эту область на чистый участок кожи. К примеру, вот сюда. Как видите, пятнышко у меня исчезает. Вот до и вот после. Точно так же можно удалить пятнышко на плече у модели. Давайте так же это сделаем. Выделяем данную область и перетаскиваем на чистый участок кожи. Смотрим до и после. Если с первого раза инструмент сработал неправильно, можно данную область проработать еще разок, чтобы эффект вас устраивал. Так. Вот так уже гораздо лучше. Как видите, пятнышко у нас с вами исчезло. Вот таким вот образом работает инструмент заплатка. Как видите, ничего сложного. Теперь давайте разбираться дальше. Выбираем следующий инструмент, который у нас здесь находится. Это инструмент точечная восстанавливающая кисть. Выбираем его. И давайте для того, чтобы начать нам работу с этим инструментом, создадим новый слой. Щелкаем сюда. Здесь нам следует включить на верхней панели пункт образец со всех слоев. И так же давайте настроим жесткость кисти и размер. Жесткость я обычно использую примерно 50 или 60 процентов. Угол ставлю 160 градусов и чуть-чуть сплюскиваю кисть вот таким вот образом к центру. При такой форме кисти мазки ложатся более ровно и более гармонично вливаются в текстуру кожи. Размер для кисточки давайте возьмем побольше. Чтобы он был примерно по размеру тех дефектов, с которыми мы будем работать сейчас. Увеличиваем наше изображение. И давайте начнем с участка около губ. Как видите, у нас здесь есть несколько прыщиков. Для того, чтобы их быстро убрать, нам достаточно сделать мазочек по дефекту. И как видите, Photoshop автоматически выравнивает данный участок. Это очень и очень удобно. Вот таким вот образом. Чтобы быстро менять размер для кисти, вы можете воспользоваться квадратными скобками на клавиатуре. Открывающие квадратные скобки уменьшают размер кисточки. Закрывающие квадратные скобки наоборот увеличивают. Вот таким образом. Давайте при помощи этого инструмента проработаем глаза модели. Как видите, у нас здесь есть некрасивое отражение, которое нам необходимо закрасить. Просто берем вот таким вот образом и замазываем данный дефект. Также наверху. И как видите, он у нас полностью исчезает. Вот до и после. То же самое можно сделать здесь, где есть выбившиеся реснички. Убираем также этот участок. И посмотрим на другом глазу. Здесь можно убрать прожилки в глазах и также выбившиеся реснички. Увеличиваем размер. И можно дальше проработать, к примеру, брови. Очень удобно с помощью данного инструмента убирать эти дефекты. И различные мелкие прыщики. Ну что ж, как видите, с данным инструментом также не должно возникнуть трудностей. Давайте разберем следующий инструмент. Следующим у нас идет восстанавливающая кисть. Принцип данного инструмента точно такой же, как и у предыдущего. То есть он позволяет у нас скрыть дефектные области. Но только в данном случае нам придется вручную задавать область, с которой будет браться образец. Итак, к примеру, нам с вами нужно удалить вот этот вот некрасивый прыщик на виске у модели. В первую очередь нам с вами необходимо включить здесь активный слой и ниже. Так как мы с вами работаем на пустом слое. Если бы у нас стояла галочка просто активный слой, данный инструмент у нас на нем бы не работал. Также давайте зайдем в настройки данного инструмента. Здесь у нас в принципе то же самое, что и для инструмента точечная восстанавливающая кисть. Также угол примерно 139 градусов. Чуть-чуть сплюснутая кисть. Жесткость только в данном случае у меня стоит 90%. Давайте чуть-чуть убавим. И размер такой, чтобы нам с вами было удобно работать. То есть примерно по размеру наших дефектов. Итак, для того, чтобы нам с вами удалить вот этот прыщик, нам необходимо сначала взять образец чистого участка кожи. Желательно брать образец с участка, который находится ближе всего к дефекту. Давайте, например, возьмем участок вот отсюда. Для этого зажимаем клавишу Alt. У нас появляется вот такая вот мишень. Мы щелкаем на чистый участок кожи. И теперь закрашиваем дефект. Вот таким образом. Как видите, он у нас также исчезает. До и после. Точно так же можно убирать и другие дефекты. Например, волоски. Вот таким образом. И также прыщики, морщинки, родинки и многое другое. Как видите, ничего сложного. Так же нам с вами стоит познакомиться еще с одним очень важным инструментом, который также мы с вами будем использовать для ретуши. Это инструмент штамп. Вот он у нас находится здесь, под инструментом кисть. Выбираем данный инструмент. И мы сейчас будем его использовать для того, чтобы почистить фон. На фоне также у нас иногда бывают какие-либо дефекты, либо как у меня в данном случае это выбившиеся волоски из прически, которые не очень хорошо смотрятся на нашем снимке. Нам необходимо от них избавиться. Для этого как раз лучше всего и подойдет инструмент штамп. Итак, мы с вами его выбрали. Давайте перейдем в настройки данного инструмента. Здесь у нас есть два основных параметра. Это размер и жесткость. Размеры мы будем ставить такой, чтобы был больше дефекта. Жесткость поставим примерно 50%. Также убедитесь, чтобы у вас стояла галочка активный слой и ниже, чтобы у нас данный инструмент работал на пустом слое. И прозрачность примерно поставим 20%, чтобы эффект накладывался постепенно. И если что-то мы делаем неправильно, то в любой момент могли бы это исправить. Итак, давайте чуть-чуть увеличим размер инструмента. Для этого также можно быстро воспользоваться квадратными скобками на клавиатуре. И зажимаем клавишу Alt, также чтобы взять образец с чистого участка фона. И вот таким образом начинаем заделывать проблемные области, которые нам не нравятся. Таким вот образом проходимся. Также, как видите, у нас здесь есть волосок в этой части. Чуть-чуть приблизим изображение. И проработаем участок около спины. Вот здесь. Здесь нам необходимо взять размер для штампа поменьше, чтобы нам быть более аккуратным. И вот таким образом данную область мы с вами заделываем. Давайте посмотрим, что у нас изменяется до и после. Как вы видите, вот участок с волосами. И вот уже без них. Если где-то фон у нас становится неоднородным, его можно еще раз проработать штампом, чтобы загладить получившийся эффект. Вот, к примеру, так. До и после. Так смотрится уже гораздо лучше. Ну что ж, мы с вами познакомились с основными инструментами для ретуши. Теперь, с их помощью, нам с вами необходимо проработать всю фотографию и избавиться от всех основных дефектов. На лице, на коже и на фоне. В целях экономии времени нашего видеоурока я весь процесс показывать не буду, так как он довольно долгий и кропотливый. Я аккуратненько доделаю работу. И затем уже вернусь к вам. Я вам покажу финальный результат и продемонстрирую уже конкретно, что я убирал и что редактировал. Итак, друзья, я снова с вами. Я закончил убирать основные дефекты с кожи в модели. Давайте я покажу, что у меня сейчас получилось. Итак, приближаем нашу фотографию и смотрим. Вот, что было до, как видите. И вот, что стало после. Я подредактировал все основные дефекты, которые у меня здесь есть. В основном это, как видите, прыщики небольшие. Я их проработал аккуратно при помощи восстанавливающей кисточки. Особенно внимательно надо проработать участок около носа и переносицу, как видите. Здесь у нас есть вот такое вот большое скопление прыщиков. Нам необходимо данную область разгладить. Также я немножечко подредактировал форму бровей. Убрал выбившиеся волоски из нее. И вот, как они у меня выглядят теперь. Как видите, что у нас поменялось. Двигаемся дальше. Смотрим, что у нас было на лбу. Как видите, здесь также есть волоски, которые некрасиво спадают на лоб. Также необходимо их убрать при помощи либо точечной восстанавливающей кисти, либо обычной восстанавливающей. И вот, что у вас должно получиться до и после. Спускаемся дальше. Смотрим, что у нас здесь. Здесь есть небольшая морщинка около губ. Также ее необходимо убрать. Убираем прыщики около уголка губ. И убираем волосы, которые попадают на щеку модели. Делаем это все при помощи восстанавливающих кистей. И точно так же убираем волоски и с плечей модели, с шеи, чтобы они у нас не отвлекали. И дальше ее уже на плечи. Здесь, как видите, у нас есть множество белых волосков на плече. Нам необходимо также от них избавиться. Я избавлялся от них при помощи восстанавливающей кисти. Задавал нужный мне участок для клонирования. И в дальнейшем уже замазывал. На данную область я потратил больше всего времени при удалении дефектов. Так как площадь здесь большая. И работать приходится особенно аккуратно. Смотрим дальше. Что еще я здесь подредактировал. Как видите, здесь кое-где есть родинки, от которых я также избавился при помощи восстанавливающих кистей. И волосы, которые спадают также на спину. Ну и также, конечно же, редактируем фон. Убираем торчащие волоски здесь на нем. Чтобы ничего у нас не отвлекало. До и после. Вот таким вот образом. На этом, в принципе, можно первый этап нашей работы завершить. Как видите, здесь нет ничего сложного. Мы просто берем основные инструменты фотошопа. И избавляемся от наиболее заметных дефектов. Как только вы избавитесь от основных недостатков, вы можете смело идти дальше. Хорошо. Продолжение следует...